Новая рабочая неделя в администрации района началась с планерного совещания, на котором были награждены сотрудники, отвечающие за ведения социальных сетей района. Центр управления регионом выразил благодарность сотрудникам за их профессионализм и сотрудничество в информировании населения о важных социальных проектах в нашей республике. Глава района вручил благодарственные письма отцу республики и поблагодарил каждого сотрудника за добросовестное исполнение своих обязанностей. Благодарность Центрального управления регионом по республике Атагея вручается Аслану Руслану Ильичу Харданову, начальнику отдела по взаимодействию и сотрудничеству в Атагея. Благодарим за совместную работу и высокий профессионализм и информирование населения о социально значимых проектах, реализуемых в республике Атагея. Также такая же благодарность объявляется главному специалисту отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления, средствами массовой информации и работе с обращениями граждан Итери Геннадьевны Чембухова. Такая же благодарность объявляется главному редактору МБУ «Единый информационный центр Кашхабрского района» газета «Кашхабрские вести». Обозревателем по электронным сетям МБУ «Единый информационный центр Кашхабрского района» газета «Кашхабрские вести» также объявляется благодарность «Зариме Руссиева Миссарашев». После награждения участники совещания занялись рассмотрением вопросов повестки дня. Особое внимание было уделено национальным проектам, призванным улучшить условия жизни населения. Обсуждались вопросы, связанные с подготовкой заявочной документации для участия в федеральных проектах, таких как современный облик сельских территорий и развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях. В рамках планерки немаловажное внимание уделено привлечению молодых специалистов в области здравоохранения, образования, культуры, спорта и сельского хозяйства. Напомним, что Кашхабрский район принимает участие не только в муниципальной программе по приобретению жилья для сотрудников здравоохранения, но и в федеральной программе по улучшению жилищных условий для других категорий граждан. В рамках этой программы планируется строительство трех многоквартирных домов в райцентре для будущих специалистов. В настоящее время проводится работа по подбору кандидатов. По завершении совещания глава района поручил ответственным лицам активизировать работу по подготовке проектов для участия в программе инициативное бюджетирование, предоставляемой Министерством финансов Республики Адыгея.